Так, ребята, а вот и очередной выпуск Кабу-шоу. Если вы в первый раз на канале, сразу подпишись на нас, поставь колокольчик. Меня зовут Абу Газалин Нидаль, мы снимаем в Петербурге сегодня, в хоп-кэде с петербуржецами. Вот они здесь, поаплодируйте себе, поаплодируйте. Суть шоу очень простой. Мы общаемся, они рассказывают истории, я их разгоняю. Смешно или нет, решать вам, пишите в комментариях. Хуйня, не хуйня, кто понравился, кто там, бля, девочка сидит пиздатая, парень, бля, лысый, странный. Вот это все, напишите в комментариях, как можно больше комментариев. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Если вы вдруг хотите нас поддержать, все ссылки снизу под описанием. Респект вам, что смотрите вообще. Давайте поаплодируем людям, которые нас смотрят в интернете. Все, давайте тогда начнем. Так, сейчас мы узнаем, лысый человек странный или нет. Давайте, как вас зовут? Дмитрий. Дмитрий, поаплодируем, Дмитрий, поаплодируем. Как здесь Дмитрий? Замечательно. Замечательно? Ну, какой добренький Дмитрий. Смотри, какой. Вы из Петербурга? Нет. Откуда приехали? Сюда приехал из Краснодара. Я до Петербурга жил 10 лет в Краснодаре. А вообще родом я из Чукотки. С Чукотки? Да. Ого. Чукотка. Бля, Чукотка. Я никогда не общался с Чукоткой, ни с кем оттуда. А сколько вы там прожили? 24 года. Значит, как там у Чукотки вообще? Ну, холодно. Холодно? Деревьев нет, холодно. Мы сейчас в Петербурге. Не удивил вообще. Холодно это... Ну, холодно это минус 50. Иногда бывает. Ты наши, блядь, минус 20 видел, блядь? Ты в 20 свою хуйню, когда не увидишь, блядь, блядь. А чем ты занимался на Чукотке? Я там родился. И все, нахуй. 24 года. Я родился! Встречай, Чукотка! Ничего не делал, да, 24 года? Как Лунтик. Родился, рос. Как Лунтик? Да. Школа. Путяга. Путяга? Путяга, да. Там местное население с ними общался, которые там живут? Конечно, работал, с ними общался. И что, как они? Они эскимосы называются? Чукчи эскимосы. Чукчи? Как Чукчи? Трахался с Чукчей? Нет. Нет? Нет. 24 года чем занимался вообще? У тебя цели, блядь, были какие-то в жизни или что? Тогда надо было разъебать, как анекдот. Трахал Чукчук как-то раз. А с кем? Кто еще? А с эскимосами? Трахался? Нет. Причем с мужиками трахался? Не с эскимосами, а с мужиком, блядь, жестким. Нет. Из жопу берешь, а там рыбы пахнет, похуй. Моржом и китом, да. Что? Вытаскиваешь, она вся в этой, в чешуе, бля, хуй весь твой. Извини, извини, сквирьте чешуе, бля, это же. Да, было бы хорошо. Было бы хорошо, конечно. Но я вернусь. Если бы кто-то сквиртил чешуе, бля, да? Я вернусь. Честно, как будто русалочку трахнул, да, это... Чем здесь занимаешься? Работаю. Работаю, чем первое? Учусь, работаю. Учишься? Да. Тебе сколько лет? Сорок. Сорок? Сорок. Где-то... На фельдшер. Сменку, блядь, забыл, не можешь забрать, или что? На кого учишься? Люди в ахуе, 40 лет, ебаный. Решил пойти на фельдшера. А на фельдшера? Сыну всегда мечтал, да. Всегда мечтал, нехуя тебе. А работаешь ты, да? Работаю в больнице. А, работаешь в больнице. Что за больница? Покровская больница. Покровская больница. Ты врач? Нет, я не врач. Я там младшим медицинским персоналом, так как я учусь. Это вот эти люди, которые надо перенести нам, да, вот это? Да. Взял человека, понес. Эти тоже, да. Эти тоже. Было что-нибудь смешное? Печально не надо рассказывать. Я сейчас все равно не вспомню смешное, так что... Только печально. Только печально, к сожалению. Но угорали там как-нибудь? Было что? Бля, пил на работе? Нет. Нет. На этой нет. А на какой пил? Там, на Чукотке. А там, на Чукотке. Когда я с кемоса трахал, да? Все-таки понятно? А что там было за работа? Ну, я работал кочегаром. О, ну там грех, блядь, не пухнуть, да? Вообще, блядь. Без этого никак. Так, с кем ты пришел? Твой горж, да? Нет, я один. Ты один? Я их не знаю. Ты их не знаешь? Ну, нахуй тогда, скажи им, блядь, я вас не знаю, блядь. Ты, блядь, а ты один пришел? Ты холостой? Да. Давно холостой? Восемь лет. Восемь лет. Ты, блядь, 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 блядь. Ну, на свидание же хочешь, блядь? Да. Есть холостая девушка здесь? Пиздец тебя кидает под ноги. Ищи меня в толпе, блядь. Больше я хлопать не буду. Вот, смотри, как они рядом, тут две, тут две прям рядом сидят. Хорошо. Как свидание, как на свидание сейчас? Давно было на свидание? Не, ну у меня девушка есть. Ах ты, блядь. Я имею в виду официально. Официально я в разводе, да? По документам, блядь, у меня все свободно, но если что, трахаюсь периодически. А где девушка сейчас? Извините, девчонки. Была на работе. Хотела, чтобы вы соскользнули с лысины, не надо, там уже сидит одна женщина. На работе? Чем она занимается? Ну, она тоже в больнице работает. Тоже в больнице? Трахались в больнице? Нет. Не, подумай над этим. Чего? Подумай над этим. Подумай над этим. Там же столько мест, вот эти, шприцы лежат, так хочешь себе ебаться, нет? Ты смотришь на шприцы, люди полуживые, блядь, как это? Чисто трахаешь ее и засунуешь палец в рот кому-то, как это успит, блядь, честно. У него трубки, он кхм, да. Там постоянно нужно что-то жизнеутверждать. Тоже рыбой пахнет, заебись, как, все как дома. Чукотка, край родной. Тысяча стоишь в шкафах. А на врач? Нет. Да, тоже, ладно. Значит, а давно вместе с ними? Месяц. А, месяц. И как вообще, как свидание? Через сколько свиданий было, а потом вы тракция начали, давайте честно. Я видел, как у тебя зрачок сейчас расширился. Трубок, три свидания было. Три свидания. Человек честен. Она такая, ну, он занят, пол будет. Буду искать свою удачу, блядь, в арке где-то. Она такая, холостая, стой, ты куда пошла? Мой тромбон надо почистить. Где, как первое свидание проходило, где? Так, первое свидание. Бля, три свидания. Девушке нормально, третьем свидании давать? Девочке? То, что ты киваешь, я вижу. Ты одна такая. Что, вы хотели ответить на этот вопрос? Конечно, можно. Можно на любом. Новая партия, можно на любом. Можно с незнакомцем. Можно без гандона. На любом прям. Можно похуй, в теремке, блядь. Ладно, мы с тобой поговорим сейчас об этом. Первое свидание я не помню. Не помнишь первое свидание? Может быть, вы и тогда ебались, ты просто не помнишь. Может быть. А вы, типа, накидались тебе? О, на первом свидании нормально жестко накидываться, девочки? Пожалуйста. Ответ. Можно на любом. Можно, в принципе, прийти в говно. Я, Маша. Закажи стакан. Ой, извини, у тебя попало. Извини, очень. А, ты просто заплакал. Пиздец, какой-то у меня. Пиздец, Машка была у меня одна. Не дала. Так, а. Скорей, скорее. Возвращайся. Возвращайся. Ты что? Ты схаркнуть, блядь, вышла? Или что? Ты вышла в арк? Они не поймут. Есть мечта какая-то? Мечта? Закончить. Универсу. Учение. Блядь, ты закончи-то нахуй уже. Все уже закончили. Когда выпускной? Блядь, на выпускной пойдешь? Ты здесь такой, блядь, я так долго этого ждал. Когда выпускной? Когда суть еще учиться? Да я должен был закончить. Да, 20 лет назад. Я в курсе, когда ты должен был закончить. Я заканчивал универ, тебя не видел там. Там выдавали. Там кто диплом лежит до сих пор? Да, да, да. Так и есть. Когда заканчиваешь? Надеюсь, в следующем году закончится. А, надеюсь? Да. Да, если не закончишь, приходи через год, просто забезет. Ты такой, не получилось, спасибо. Я желаю тебе удачи, давайте поаплодируем. Спасибо, спасибо. Если что, не обижайся. Давайте поаплодируем еще. Пожалуйста. Давайте бодрее поаплодируем сразу следующему человеку. Так, как вас зовут? Олеся. Подожди секунду, сейчас на тебя настроится. Костя. Давай, бля, Костя. Да, да, да. Да, Олеся, еще помахай. А, устрица члеела. Вот так. Я вытру тебе шторы жопу. Хорошо, вытри глаза. Давай. Слушай, а можешь секс показать сейчас? Взгляд. Взгляд. Блин, я думала, ты ему. Да. Костя, можешь секс показать? Быстро. Жесткие, если вы такие. Тихо, дай. Я такой, Костян, надо побиздеть быстро. Не расхотитесь. Дайте две минуты. Ой, он, бля, все, хватит. Это слишком грязно. Так, а как вас зовут? Олеся. Олеся, поаплодируем, Олеся. Олеся, поаплодируем. Так, Олеся, как жизнь? Прелестно. Прелестно. Чем занимаешься? Расслабляюсь на стендапе. И не только на стендапе, да? И на первых свиданиях. И на первых свиданиях расслабляюсь. А у вас сейчас, ты одна пришла? Да. А, ты одна. А давно холостай? Ты говорила, что холостай давно? Всегда, например. Всегда, например. Так, когда на свидании была последний раз? На первом. На первом. Ну, давненько. Я там три года немножко проживаю с молодым человеком. Три года. А это когда вы расстались? Ну, мы так разъехались пока. А вот, в разные страны решили так сделать. А, ну, пока вы не расстались. Созвонимся, блядь, давай. Ну, че-нибудь там скайпь. Я здесь, а ты в Успекистан пиздуй. Типа того. Оттуда набирай. Он куда уехал? В Киев. В Киев. А, ну да. А я в Питер. А ты откуда сама? Из Минска. А, вы ебать поругались вообще? А вы как раз вставали? В возле глобуса? Пиздуй, нахуй. Не, мы просто решили развалить страну и уехать в разные страны. И часто давал на первом свидании? Блин, на самом деле ни разу. Ну, так не хотелось. Но если бы хотелось, то вопросов не было бы. А на каком хотелось обычно? На втором? Блин, это было так давно, что уже сложно вспомнить. А когда вы расстались? Две недели назад? Две недели назад. Не, мы не расстались, мы просто разъехались. Да, вы не расстались. Ну да. Вы просто, ну, он точно там сидит, ждет тебя, ты здесь ждешь. А когда вы договорились встретиться, если вы не расстались? Никогда. Да, вы не расстались. Вы... Вообще-то, это не расставание, это точно. Люди из хата разъезжаются, вот это расстаются. А из разных стран уезжают, это точно не расставание. А вы созваниваетесь? Да. И что вы делаете? Ебешься там? Я сейчас на свидание пойду, нахуй. А вот оно и началось. И что, пока не ходила на свидание с кем? Пока нет, даже тиндера себе не установила. Даже тиндера? А без него нельзя тогда на свидание ходить? Хочется с незнакомыми прям людьми. А, ну я, кстати, вообще никогда не пользовалась тиндером. А кто сидит в тиндере? Поаплодируйте. Ух! Мне нравится, что хлопает одна девочка и парни вокруг. Такие скользкие. Да, скоро тебя найдем, бля. А кто считает, что тиндер хуйня? Поаплодируйте. А кто-то, бля, воздерживается. Я просто еще не готов к этому. Я... Хорошо. Знаешь, скоро установишь? Ну, кто знает, друзья уже советуют. Уже советуют. Ну да, у нас очень хорошие друзья, причем это общие друзья. Они такие, ну это что ты там. Четвертый день, как уехала, да, устанавливает тиндер нормально. О, бля, пиздец, друзья у тебя. Ну да. Он в курсе, что у вас такие друзья быть? Да. Да? Ну. Ладно, ты, значит, переехала недавно, да, переехала сюда? Ну я не переехала, я просто приехала сюда ненадолго. Да, бля, вы не расстались, ты не переехала, на первом не даешь, нахуй, я... По делу, бля, давай говорить. Когда переехала? Три дня назад. Когда расстались? Три недели назад. Когда даешь? Ну, блин, три недели, то срок уже большой. Уже большой срок. Пацаны, пацаны, бегите за гренками, блядь. Я уже ее слышу. Да, не все отыгрыши понятны вам, ладно. И что, когда на свидание пойдешь? Вот парень с тобой, ты одна пришла, да? Да. Вот парень с тобой, ты холостой? Смотри на нее. Так, блин, он не зовет, ну сидит рядом уже вон сколько времени, и что? И что толку? Ну вообще. Ну ты мог бы уже ебаться, пиздец, ты. Ты уже мог минуты три, блядь. Ты реально... Бля, будет охуенно. Бля, может пойдете, поебетесь? Вообще охуенно будет, бля. Если вы через 10 минут, пиздец, потные, возвращаетесь. Я спрашиваю тебя, ну как? Кто такой забейся у нее? Ну как? Стрельнул в глаз. Ладно. Пошла бы с ним, до свидания. Ой, ебать ты сразу такая. Пиздец, включилась женщина, блядь. И она... Пошла бы, пошла бы. Так три недели же. Три недели, все. Врем. Кто-то спустил на пол, блядь, или что это? Кто-то пиздец завелся. Это уже перебор недели. Честно, большая такая. Капля, блядь, одна. Ладно. У нас, кстати, Костя холостой. Прелестно. Интересно. Ты сейчас такой, пиздец, ты Питер не дай, конечно. Я уже два билета в толчок взял. Ты что, нахуй? Я уже пиццу попросил туда принести. Игренки, да. Что, с Костей пойдешь на свидание? Что, я вообще удобно тогда села, получается. Вообще удобно. В принципе, можешь удобно и встать потом. Мы можем так же камеру, в принципе, поставить. И будет, ну, выпуск снимем на другую платформу, не на YouTube. Поменяем фонарь. Пригни, я бы шоу на порно-каме. Типа люди ебутся, я комментирую. Типа люди ебутся, это с пиздец формат, люди ебутся, я такой, давай, блядь, давай, давай. Что ты расслабился, ебаный врат, ладно. Хорошо. Давай выбирать, с кем пойдешь на свидание. Так, блин, ни один не позвал еще. Нет, нет. Что, погнали? Погнали. Я, пиздец, чел мимо в окно, блядь. Погнали. Я тут край муха услышал, я, ну, у меня денег нет на вход, я здесь. На улице. Выходи. Ладно, какая-то мечта у тебя есть? Мечта есть? Ну, сейчас мне нравится работать в путешествиях, вот. Работать в путешествиях? Да, да. То есть у меня была мечта, чтобы я никогда не привязывалась к какому-то месту работы. В принципе, приблизительно она осуществляется. Ну, кайф. Ну, круто, рад за тебя. Давайте поаплодируем, поаплодируем. Давайте громче поаплодируем. Дай микрофон. Можно вас? Можно вот молодого человека? Да, я вижу твою реакцию. Блядь. Я про это и говорил. Человек в первом ряду. Блядь. Я пришел на шоу, где общаются с гостями. Ёбаный в рот. Как вас зовут? Паша. Паша. Поаплодируем Паше вам. Паша, ну, расслабься, расслабься. Все в порядке. Ты так расслабляешься, да, вычтый? Чем занимаешься, Паша? Маркетингом. Маркетолог. Ой, все, все, все. Тихо, собери. Паша, блядь. Я не виноват, что ты занимаешься маркетингом, но... Чуть-чуть. С девушкой пришел? Да. Да. Пиздец счастлив, да? Давно вместе? Три года. Три года. Заебало немножко, да? Есть такое? Ну, немножко. Чисто кропарик, блядь. Как свободное время проводишь? Ну, всякие штуки интересные еще. Интересные штучки? Тебе не хочется в этой стене покопаться? Какие интересные вещи ты видишь? Стендап, вот это пришел на шоу. Это очень интересно. А что еще? На квест хожу. На квест. Пиздец, я прям вижу, когда ты приходишь на квест, у вас мало времени. Мне похуй вообще. Я буду столько здесь, сколько захочу, блядь. На какой квест сходил в последний раз? На ужастик. И, блядь, актеры сами разбежались. Было такое. Они такие, ааа, ты такой, пизда, это что за человек-то такой? И что за ужастик? Страшно было? Блин, нас там били даже. Били даже? Это квест где-то в Купчино находится или что? Очень дешевый квест, блядь. Ааа, и что за квест-то как называется? Постень, она тоже ходила. Постень дома сидела. Ты такой, она, кстати, тоже ходила, вот это. Вот ее, блядь, под затылью сейчас, въебу, блядь. Со мной ходит, пиздец. Три года уже ходит. Я, блядь, куда не пойду, она за мной, я повернусь, она, блядь, опять здесь. Я такой, я тут дома разуваюсь, она уже, блядь, в кровати лежит. Ёбаный, брод, как это так? Под это дело, что это твоя девушка. Так, девушка же не жена? Нет. Нет, нахуй. Я, блядь, я, блядь, я, блядь, я, блядь, я, блядь, я, блядь. Так что за квест? Что вас там, били, блядь? Ну, да, немножко. И тебя били? Чуть-чуть? Вы БДСМщики, блядь, или что? А как били, как били? Тебя как били? Стоп, подожди секунду, твою девушку ударили, или ты такой, блядь, блядь, блядь? А можешь еще раз? А можешь еще раз? Я в шкафу посмотрю на это. Ну, там, знаете, там, за ляхуху схватить. За что? За яхухуль? Это тебя, или у нее тоже яхухуль есть, или? За что, блядь, схватят? Это вообще странно. А, это что такое за... За что схватят? Ну, ляхань, ну, лей. За ляху схватят? Тебя за жопу хватали? Тебя? И ты такая, блядь, точно все. А кто мужик? Он такой, ты здесь работаешь? Нет, я просто... Просто увидел, пиздец завелся. Не за шок. Кто же этот чел из окна? Блядь, извините, я тут мимо шел. Я всегда хотел в квест зайти. За ляху тебя схватили? Не за жопу, там, за ногу, типа, ну, шею там, болевые точки всякие. Добро пожаловать в квест, а тебя за что хватали? Душили? А было такое, что ты такая... Он убирает руку, нет, еще, можно еще? И сосок, сосок, полежи, сосок. Ебатый не развлекается, блядь, не стук, понял? Что? Руку я увидел. А тебе рука сломана? Да. Я сам попросил. А что с рукой случилось? Там кран чинил дома. Кран чинил. Я сломал. Блядь, я в тебя... Можно эту голос тоже записать хочу, блядь, просто? Оставайтесь на линии, недаль. Недаль чинит кран, сейчас. Оставьте свое сообщение после сигнала. Пип-пип. С таким же голосом. Пип-пип. А что, как с краном, блядь? Какой кран чинил? Вот этот, блядь, строительный, большой, блядь? Да нет, там воду, которую закрывают автоматически, он у нас сломал. Я пытался его вручную открыть, вот, и... Кран, блядь, вручную пытался и руку сломал. Ну там флажочек надо было перекрутить, а он вообще не крутился. Я со всей силы, со всей силы ударился. Нахуя себе ты. А ты такой же, как и я. Я когда что-то чиню, я такой... А, сука, да, блядь! Ты такой, типа, начал долбить. Да, руки в жопу. Руки в жопу, как у меня. Я это и хотел скрыть, блядь. Ладно? Не могу, да, хуя, пиздец, вообще не Марио. Ладно, а так, как познакомились? На работе. На работе. Блядь, ты попытался спиркнуть, и еще хуже стал. На работе что за работа была? Да. Да-да-да-да. Не, у нас... Корпоратив просто был, вот, и... Ты даже не работал в этой компании? Нет, я ее знал. До этого просто на корпоративе больше познакомился. Ты не работал там? Работал. А, как, флиртовал на корпоративе? Она флиртовала больше. А, она флиртовала. Я, чисто так. А, да, ты подкатил к нему? Так. Как подкатил? Я давно был, не помню. Сколько прошло? Три. С половинкой тогда. Три, что? Три года? Это год не корпоратива был, да. А. Значит, три с половинкой. Да. Ты с половиночкой, Марио, скажи. Плюху за лепедную. Я, ты сколько больше? Я три буду. Что, есть мечта какая-то? Что? Все люди так разговаривали. Бля, ты можешь в группе скриптонит выступать. Я помогу. Какая мечта? Да, хрен знает. Нахуй знает. Чтоб не мазал так, ебаный в руках. Нахуй. Нахуй в пах въебал, ебаный. Я отлично пародирую героинщиков. Есть такое? Да. В Купчино растешь, знаешь все. Большевиков. А? Большевиков. Ты из большевиков? Да. Займись. Как вас зовут? Даша. Даша. Я хотел... Я хотел голос твой послушать. Ну, не бывает, что ты спишь, и он тебе шепчет на ухо. Да ебаный в рот. Ты уже проснулась? У тебя есть три рубля? С утра в кровати. Он обычно рэп читает. Рэп читает? Да. Ты рэп читаешь? Нет? Правильно. Ты чем занимаешься? Тоже маркетолог. Тоже маркетолог. Хорошо. Че, как... Не, реально, вы вместе живете? Да. Он тебя когда с кухни зовет, блядь, не страшно? Подойди. Подойди. Ты можешь чайник поставить? Ну, обычно не слышно, когда он разговаривает. Он во время секса издает звуки? О, да. Нет. О, да. Нет. Засуль второй палец. Ладно. Засовывай палец попу. Нет. Попробуй перезавести, может, и голос другой будет. В настройках покопаться. Вбок-бок, вправо-вниз, икс. Здесь он, ну, из лука стрельнет в правильном направлении. Как свободное время? О, расскажи, тебя душили на квесте? Да, да, душили. Пизда-то было? Ну, прикольно. Прикольно. Любишь, когда душат? Нет. Ну, в смысле, на квесте это было необычно. А дома мы постоянно, блядь, так ходим, блядь. Я в квартиру захожу, хуяк, и все, мы так. А здесь Иван на меня. А не было, ну, типа, незнакомый, это парень делал или девушка? Парень. И типа, все нормально? Он, ты видел, как ее душили? И за это время, а-а-а, а-а-а, ты смотришь на нее, а-а-а, пиздатый вторник. Ну, нормально было. Нормально было. А как еще, что делать в свободное время? Понятно, квесты. А сколько стоял этот квест, в котором душат? Ну, на пятерик, на четверых. Пятерик, на четверых. Это вы на хату, к челу, зашли? Нет. То есть на пять тысяч я вот всех душу по очереди. Вам, если, в принципе, что кто вас душит, можете ко мне заезжать здесь, ходите. У меня двое детей, они пиздец душат. С самого утра. Хм, блядь. Так, а-а-а, хорошо. Как еще про свободное время проводить? Ну, мы на самом деле любим ходить по всяким прикольным штукам, но у нас особо нет друзей, из-за этого мы немножко грустили. У вас нет друзей? Ну, они есть, но они... Я буду с вами дружить. Хватите, запишите мой номер, позвоните мне. Да, хорошо. Нет, это я не тебя прошу, твоего парня, это странно. Запиши мой номер, нахуй. Позвонишь, блядь, будем дружить. А что друзей нет? Ну, женатик. Или стойте секунду, вы, блядь, уебки что ли? Нет. Подождите секунду, блядь. Стойте. Я не понял, вы конченые, нахуй, что ли, блядь? Кончатлыги, блядь, вдвою, блядь, ходите нахуй. Ходите на квесты, где вас душат, блядь. Дружбу, нахуй, вести хотите со мной, блядь? А почему нет друзей? Ну, женатиками все становятся, детей рожают. И уже не до квестов. А, пиздец. Это ты сейчас осуждаешь, да, людей, у которых... Нет, нет. Нет? А что ты делаешь? Ну, только если чуть-чуть. Пиздец, они развиваются, дальше идут, блядь. А, ну... А душить кто нас будет? Ну, весело же. А у кого есть дети вообще? А вы все здесь сидите, охуенные отцы, блядь. Вот они. Я смотрю, это чисто мужики. У нас нихуя не поменялось, блядь. Баба в доме, я тут... Можем придушить? Пять тысяч рублей тому челу. Это ты сказал? За две с половиной. За две с половиной. Бля, ты еще... Бля, смотри, какой он страшный, блядь, отсюда, блядь. Он так рекламирует. Ты хач? Почти хач, заебись. Ему надо будет доплатить за то, что он хач. Удушающие пиздаты будут. Бля, пиздец, я по тонкому льду хожу. Есть такое, блядь, да? По ниточке. Прям по ниточке, пиздец. Ты хач? Эй! Потом домой перейду с разбитым внимальником, что случилось? Нитка порвалась, пиздец. Нитка, блядь, не выдержала. А, ладно. Хорошо. А вообще нет друзей? Нет, конечно, есть. Конечно, есть. Но мало. Сколько нужно друзей, чтобы было заебе? Друзья на то и друзья, что их мало. Если будет дохуя друзей, это не друзья. Это забутыльники. Или друзья-наркалыги, блядь. Ну, не знаю, несколько парочек. Мы ищем друзей парочек именно. Друзей парочек. Таких друзей парочек? Хотите, будьте со мной дружей. У меня жена есть. Будь со мной дружей. Да, давай. Все. Или детей, вы такие, нахуй, без детей этого. Не, но сцени у тебя прикольные, то да. Понятно, почему у вас нет друзей, блядь. Ой, твои дети неприкольные, блядь. Ладно, есть какая-то мечта у тебя? Все нормально. Ты вопрос слышала? Я спросил, у тебя сейчас все нормально? Все нормально. Это понятно. А мечта? Нет мечты? Не знаю. А ты детей не хочешь пока? Нет. Когда хочешь детей? Попозже. Через сколько? Ну, через года три, наверное. Через три? Четыре. Тебе сейчас сколько лет? Изведи, пожалуйста. Двадцать четыре. Двадцать четыре. Ну, все, двадцать восемь. Потом двадцать восемь чуть-чуть. Ладно. Хорошо. Все у вас будет хорошо. Давайте поаплодируем, ребятам. Поаплодируем. Так, громче дать поаплодируем. О! Миссия. Смотри, он каждый раз, блядь, в новой рубашке, Миссия, блядь. Блядь, рубашки и разъеб, вообще, честно, блядь. У тебя еще много? У тебя еще много? Похуй. Может быть, встретимся в рубашках, походим как-то, даём. Ребят возьмем. Будем, блядь, вместе дружить? Пизда-то бывает. Он в своих рубашках и карету вот эти снимем, которые по-невскому ездят, блядь. И ты будешь вот так, блядь, я. Ладно, так, давайте с кем мы еще не общаемся. Давайте чуть-чуть, может, подальше, может, к вам туда за стол. Топик, зайдите, пожалуйста. Вот, можно парню в толстовке охотники с произведениями. О! Здравствуйте. Здравствуйте. Да, посмотри. Снимай. Слышь его голос. Ты должен был так говорить, здравствуйте. Ну, не, посмотри, вот он должен был, блядь, блядь, нахуй. Здорово, блядь. Как дела, блядь? Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Артём. Артём! 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 Эй, тромбот. Как дела, Артём? Ух, ух, блядь. Уже отлично. Уже отлично. Да. Переживал, что я с тобой не попью, не переживай. Чем занимаешься, Артём? Работаю в кафе. В кафе? Что за кафе? Ну, кафе у нас на районе. На районе кафе? Что это за район? Район Одинцовский. Одинцовский? Да. Это, блядь, это у нас, да? Нет. Это Москва же, это Москва же, да? Да. Все такие, ууу, это Москва, блядь. Зря приехал, Артём, блядь. Закрывайте двери. Эй, эй, держи его, нахуй. Хорошо. А ты приехал отдохнуть? Да, отдохнуть, походить по барам, клубам. Что, какие бары уже, в каких был? Когда приехал? Ну, сегодня. Сегодня? Да. Уже еще не было нигде, да? Ну, здесь. Здесь. А ты приехал в понедельник, чтобы по барам походить в Петербурге, да? А, да. Клубы, да, ну, чуть-чуть путешь. Московская мечта, да? Да, да, Московская мечта. А в Одинцово, это лютый район у вас или нет? Мм? Это лютый какой-то район Одинцово? Где-то, да. Ну, а так, в принципе... Как кафе называется? Я пойму по названию кафе. Как кафе называется твое? Бобро пожаловать. Бобро пожаловать. Лютый район. Только в ебаном районе кафе называется «Добро пожаловать». Охуенно прийти в «Добро пожаловать» и получить пиздюлей, блядь, да? Вы не поняли принцип кафе, блядь? Тут же написано «Добро!» Нет. Ладно. Знаешь, приехали тусоваться. Куда пойдете тусоваться? Сегодня в понедельник в клубку ходите, будете? А? Сегодня куда пойдете после? Пойдете тусоваться куда-нибудь? Спать, наверное. Спать пойдете? Ух, сорги голову. Да. Смотри. А, ну ты с корешем. Ты с ним, вы вместе? Нет. Лучший друг? Нет? Да. Это твой лучший друг? Ага. Хорошо. Часто тусуетесь в Москве вместе? В Москве не так часто, а у себя на районе, да. Добро пожаловать в Петербург, блядь. Хочешь на окраину вместе сезти? Погуляем, чтобы тебе комфортно было. Нет. Я больше не хочу. Я хочу домой. А ты первый раз в Питере? Да. Как тебе? Ну ты только приехал, ты еще ничего не видел, да? Ну странно, да. Странно? Да. Чё это странно, блядь? Чё это здесь странное такое? У вас там в Москве, блядь, тоже странно. Сейчас все нормально, как дома, да, блядь? У вас сейчас в Москве, мне кажется, сумасшедших побольше, чем у нас, блядь. Хотя есть, знаете, вот эти безумные, знаете, может видели, кто-то на канале Грибоедова, раньше жила женщина, которая всегда в 50 шубах, блядь, волосы, которая всегда «Идите нахуй!» Я тут в Москву приезжаю, хуяк, блядь, такая же стоящая, я такой, ебать, я переехала, блядь? Ну, стоит у Ленинградского вокзала, чтобы если что домой быстро съебать, она, блядь, стоит и волосы, так расчесывает, вот так вот. Стоит в луже моче своей и расчесывает волосы, она такая «Тут надо прибраться, там похуй». Хорошо. А где остановились здесь в Питере? Где-то недалеко отсюда, если пешком идти, то 20 минут. О, никуда не далеко, вообще недалеко, блядь. Это же вообще, блядь, 3 минуты, нахуй почти 20 минут. 20, да. Что будете делать? Вы на сколько приехали? На четыре дня. На четыре дня? Тракаться будете здесь? Имеется в виду с друг другом. Да, да, да. У Денцова, мне кажется, там не дают поипаться нормально. Бля, на свидание так не смейся. Ты смешно пошутила, и девушка уже в дверях, я знаю. Девушка есть? Нет. Да, давно нет? Да. Да? Да. Вполне. Хочешь девочку тут найти в Питере? Не думал об этом. Не думал? Так вот же, нахуй, она сидит, блядь. Ее еще никто не зовет, может, ты позвать? Я не думал об этом. О, бля, смотри, тигр в клей, я не думал об этом. Я когда зашел, не думал, что буду ебаться сегодня. И вообще, в принципе. Ле, у тебя брат в Питере не живет? С белыми волосами длинными. Ладно. Да нет, слушай, нормально. А давно на свидании был? Год назад. Год назад. Как прошло? Если ты холостой. Довольно-таки неплохо. Довольно неплохо. Как флиртуешь обычно с девушкой? Заикаюсь. Заикаюсь. Это работает, да? Как видишь, нет. Ну ты, братан, я не скажу, что... Ну ты, я не скажу, что ты заикаешься. Ты не заикаешься, нормально. А картаваешь? Ты немножко картавишь? Есть такое что? Ты картавишь, да? Да, вот так получается, что я еще и картавлю, но мой друг говорит, что я еще шепеляю. Ну ты, парни, мне нравится, когда девушки немного картают. Есть такое? Ну это комбо. Что? Что ты сказал? Комбо. У тебя комбо. Не, парни, есть такое, что когда девушки немного картают, это, бля, почти парижанка, бля. Ну я не считаю, что это недостаток. А что, в принципе, братан, у тебя все нормально, не парься. А я не парюсь. Да я вижу. Ну я должен, бля, я всех мотивирую. Всех, блядь. Тебя и себя. И нахуй. Хотя мы будем дружить, сходим, блядь. Просто. Идем трахаться. Идем. Кто впустил теренозавра сюда, блядь, маленькая? Ладно. Каких девушек любишь? Что главнее, сиськи или задница? Ой, срочно. Переодевай рубашку, это сложный вопрос. Это надо подумать. Дай ему рубашку, дай ему рубашку. Ну если сиськи больше, чем задница, то, скорее всего... Пиздец, уравнение. Так. Если сиськи получается больше, чем задница... Блядь, это очень сложно. Что получается, если сиськи больше, чем задница? Толок. Блядь, мне так хочется, чтобы в такие моменты люди заходили, которые вообще не встекут, что происходит. Что, получается, если сиськи больше, чем задница, сынок? Говно сиськи. Да что? Говно сиськи. Равно сиськи. Конечно, только сиськи побольше. Да? Да. Поважнее. Ну хорошо. Парни, кто считает так же? Ты проиграл, Артем. Ты проиграл. Или выиграл. Еще вообще не ясно. Блядь, я буду с ним дружить, извините. Я хочу дружить с Артемом, блядь. Нет. Нет, не хочется со мной дружить? Почему? Ну, я в Москву часто приезжаю. Ну, ты известная личность. О, спасибо, блядь, известная личность. В рамках своей квартиры, блядь. Просто я нахожу, меня все знают, блядь. Жена, дети, все знают, блядь. А что ты думаешь, что я с тобой не могу, я с тобой буду дружить? Почему? С тобой, ты что, охуел, что ли? Я скажу, блядь. Номер, нахуй, блядь. У тебя телефон-то есть с тобой? Ну-ка, нахуй. Номер диктуй, педрила, блядь. Номер, нахуй. Что, нахуй, ржешь? Ебало сейчас разобью, блядь. Диктуй номер, суй, ебаный, блядь. Давай, ты охуеешь, я тебе завтра позвоню, охуеешь. Давай, 8. Давай не... Давай, нахуй, номер, блядь. 8, 9, блядь. Давай, блядь. Она такая, блядь, он сейчас у всех номера возьмет. Блядь, после этого захотелось ссать, да, ладно. Во вторник у меня другие дела, давай... Да ты, нахуй, блядь. Нет, блядь. Номер, слушай, ты. А ну диктуй его номер, блядь. Диктуй, блядь. Я тебя, сука, заебу сообщение, блядь. Ну там дороже, наверное, будет то, что московский. То, что московский дороже, наверное. Ты не слышал, я известная личность, нахуй. У нас свои каналы, блядь. Ладно, записывай. У нас бесплатная связь. 8, 9? 9, 2, 6. 9, 2, 6. Так, я звоню сейчас, нахуй, проверю, блядь. Я так жену, нахуй, сделал так, чтобы она не ушла. Ну-ка, давай. Ты что там удаляешь? Нет, звук включает. А, звук включай. Тихо, мелодию послушаем. Я позвоню чисто, скажи бронетранспортер и скину, блядь, а? Блядь. Пожалуйста, Артем, снимешь трубку, блядь. А мне перезв... Ахахахани не выйти или нет? Нет, нет, нет. Там договоримся. По съемкам договоримся, брат. Не переживай. Я известная личность, я договорюсь, блядь. Проблемы какие-то будут в Питере, нахуй. Набирай, блядь. Человечек подъедет, все решит. Ладно, есть мечта, Артем? Наверное, меньше работать и больше отдыхать. Отдыхать? Блин, желаю тебе, чтобы у тебя все получилось, дружище. Давайте поаплодируем. Давай микрофон. Давай микрофон сюда, давай микрофон. Давайте поаплодируем Артему еще. Да, стоп. Мне кажется, надо сейчас перестать снимать. Это, блядь, пизда-то будет тогда. Если мы сейчас еще кто-то задушнит, вы, нахуй, все испортите, блядь. Лучше Артема нет. Лучше Артема в этом зале точно нет. Не знаю, блядь. Сейчас кто-нибудь один задушнит. Не, не хочу ничего рассказать. Артем пиздец, блядь. Я, блядь, спать. Ладно, или хотите еще одного человека? Хотите? Да, давайте еще. Ну, блядь. Девушку? Она первая. Что? Тебя? Точно задушнит. Давай, блядь. Давай, ладно. Как зовут? Виталик. Виталик, поаплодирую Виталику. Тогда вы сейчас тоже все пободрее. А то вы такие сейчас, блядь, Артем был очень смешной. Виталик тоже нормальный тип. Ну, не, не, я не такой, как Артем. Ты какой не такой? Ты хуёвый. Посмотри на Артема, блядь. Я хочу быть как Артем. Все хотят быть как Артем. Добро пожаловать, Артем. Буквально дня три назад нашел канал, все посмотрел, лайки проставил. Он еще и жипалец, ебаный, блядь. Давай микрофон, нахуй. Артем, блядь, со мной дружить не хочет, блядь. Спасибо, что посмотрел, спасибо, что посмотрел. Я шучу. Чем занимаешься вообще? Живу с двумя котами. Привезенными из Вьетнама. Он тебя сейчас дома столько говна тебя ждет, блядь. Я знаю, чем ты будешь заниматься, когда придешь. Привез из Вьетнама двух котов. Чем занимаешься? Коты? Занимаюсь котами. Занимаешься котами? Да. Зарабатываешь на котах? Не зарабатываю на котах. Наркотики перенес в жопах у котов? Я правильно. В никаком случае. Сейчас, взгляд, ты безработный? Безработный. Артем пиздец хуевый тип, да? Есть такое, что он работает, смотри, уже. Ты давно безработный? В обе там всякие съемка, в том числе. А, все, в твое место хочется займать, блядь. Нет. А что снимаешь обычно? Хочется скорее, чтобы пандемия уже закончилась. Да нам тоже хочется. Нам тоже хочется. Вот ребятам хочется. Улететь очень хочется. Улететь? Возьми героин. В принципе, похуй на... Куда хочешь лететь? Либо обратно, либо Мексика. Ты безработный? Либо обратно, либо Мексика. Ты безработный? Да. А как это у тебя так получается? Так получается. Так получается? Ты из Питера? Да. Из Ленинграда. Из Ленинграда. Извините. Из Марата. Извините, пожалуйста. И что, у тебя много свободного времени? Помимо котов чем занимаешься? Да, хуя. Что делаешь? Помимо котов? Ты понимаешь, что ты на первом свидании, ты сейчас, блядь, ей в студию ты рассказываешь? У меня коты, блядь, дома. Ебаться будем или как? Причем, я когда шел, я был уверен, что прям все получится супер весело. Я такой возьму микрофон, все будет очень интересно. А в итоге такой... А я, да, я знал. Извините. Да, ты сразу сказал. Я знал. Я сразу сказал. Да, держишь микрофон и все. Я знал. Я знал. Я знал. Ну это ничего, не переживай. Мы тебе... Все вывезем. Еще не все потеряно. Вывезем. Вывезем, если не вывезем. Давайте честно. Хуй маленький. Большой. Большой? Большой. Пиздишь. Какой большой? Ну такой большой. Ну какой большой? Ну какой большой? Не, ну тачку во время дождя можно накрыть, блядь? Такой большой? Смотри, какую тачку. Не, отсюда до Артема дянешься. Смотри, модельку. Смотри, модельку. Модельку. Ну типа, бля, аку накрой нахуй, бля, конечно. Жигули уже не потянул, блядь. Ну какой аку? Прям стоишь с утра, ебачку, с хуй меня, блядь. Есть ли? Ой, бать, большой, да? Не, ну если спишь на животе, просыпаешься, левитируя вот так вот с утра, ебаный, блядь, как черепаха и не можешь, блядь, уйти никуда. Коты, помогите! Ти-ти-ти-ти-ау! Они тебе каждое утро рубят. Это за живое. За живое. Не, так, девушки, важен большой хуй, поаплодируйте, если важен. А у него какой? Ты такая, а, ты еще не в курсе? Бля, еще не в курсе. Но ты надеешься, что, блядь, ел так ебучий вообще вот такой. Что ты такая в рот? О, тут надо два арта, блядь. Остальные девочки, да, только двоим нужен большой хуй. Остальные девочки, главное что? Жигули не накрывают. Что? Остальные Жигули не накрывают. Не шути, не шути. Я тебя пытаюсь вытащить, не надо. Но остальные девочки, не важно какой размер хуй. Важно? Я у детей никуда не спрашивал, блядь. Если тебе показалось, что ты можешь комментировать, тут нахуй. Ничего не знаю. Пару лет пройдешь, когда, ну, устанешь, будешь отвечать нахуй на вопросы. Много мужиков было? Ну сколько мужиков? Часто ебешься? Ну? Ну? Ты сама, блядь, захотела это. Давай. Сколько, блядь, раз ебалась? Это не я, это твой отец спрашивает. Такой не считаешь? Ах ты шлюха! Все считают, не ври мне, блядь, вы все считаете. Можешь мне не врать. Правильно, реально не считаешь? Ты потом только, да хуй знает, 40, блядь. Я женат, я уже, ну, постоянно ебусь. Я женат, я такой, секс. О, вот он, все. Считал, конечно? Ну, до этого. Ладно. Хорошо, извини, пожалуйста. Так, ты это, успокойся. А то он сейчас хуй в тебя кинет, ты умрешь. У меня, кстати, мать котов живет в Денцово. Что? Мать котов живет в Денцово. Вьетнамская женщина, блядь, живет в Денцово? Ты, мать котов? Ну, вместе заводили, да, уехала в Москву. А, и вырос. Артем, можешь трахнуть мать котов здесь хочешь? Передавать привет. Вот эту мелодию на телефоне включай и в хату заходи. Ты-ты-ты-ты-ты. И тебе звоню. И тебе. Бля, Артем, заебись вообще надо. Артем, бля, Артем, если что, в любой день можешь мне звонить. Поху, когда. Ну, ночью не звони. У меня дети, я найду тебя нахуй в Денцово, понял, бля? А так, звони по любым вопросам. Ну, да. Да, только звонить он будет мне сначала. Я специально с твоего номера и позвонил, чтобы он тебе звонил, бля? Я что, совсем ебнутый, что ли, бля? Будет такой, алё, не дали, бля, не дали, бля, не дали, не дали. Не, я потом у тебя возьму номер. Хорошо. Так, а вы расстались с девушкой? Да. Потому что хуй, наверное, большой, да? Наверное. Она такая, ааа, я больше не могу. Ну, я уеду в Москву. Так, классно, жить во Вьетнаме, что я лучше в Москву, да, брат. А что расстались-то? Уехала на 4 недели. Ну, позвонила её мама, то есть мы хорошо общались с мамой. Говорит так и так, давно не видели дочь. Можно ли купим билет? Это рабство, блядь, какое-то, что ли? Чего, блядь, мама выкупала? Может быть, вы это расстались? Можно я домой поеду? Мама, я бы поговори с ним. И ты такой, езжай, дочь. Не, ну, конечно, родители святое, нужно повидаться. Четыре недели, мама обещала. И что потом? А сейчас есть такой, ты маме зовёшься, ну что, я наебал тебе, блядь. Четыре недели, да, в четыре года уже превратились, почти. А, не хватит в четыре года, блядь. Ну, почти. Это, получается, родители обратно забрали дочку? Ну, типа, да ладно. Что, женский комментарий, что-то пошло не так? Где-то оступился, мальчик. Мистейкс, мистейкс вы made. Да ладно, а что, на свидание, вон, пойдёшь с ней на свидание. Ты её позвал уже? Нет, я пока не спрашивал, я же не могу так, типа. Ну, давай так, сейчас. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, давай-ка, давай, давай, как зовут на свидание, давай. Как зовут на свидание? Ну, давай. Пойдём после шоу гулять. Кто-то сказал, у меня... Паревич. Тихо, стой, ещё раз, что? Можно здесь остаться сначала. Микрофон, потом на Рубик. Я тебя выебал, где здесь. Пойдёшь на свидание? Я так выгляжу. Так, стой, можно здесь остаться, потом пойдём на Рубик, потом вы уже ебётесь, и коты смотрят. Стой, типа, он должен был сказать, не хочешь котов потискать, да? Ага, вот оно, как делаешь на первом свидании, да? Ты реально бы на такое пошла, если он такой, котика хочешь посмотреть? Вьетнамского. Вьетнамского котика хочешь посмотреть? И чисто зайца идёт, хочешь котика посмотреть? Это бы сработало котиков пойти посмотреть? Ну, у меня просто тоже два котика. О, вы... О, это так мило. Сука, раз ебалась, отвечай. Сука, раз ебалась. Это отличная концовка выпуска. Спасибо тебе большое. Брос, спасибо. Спасибо большое. Давайте поаплодируем, поаплодируем. Я никогда ничего плохого не советую. Костя, хочешь пососёмся в тактику? Как в субоге. Как бывает... А мы в субоге сосали? Я знаменитая личность, мы все осознёмся. Шоу-бизнес, сразу ебаться начинать. Только... Я вдруг вспомнил, очень хотелось... О-о-о, хорошо, что я выключил микрофон. А я говорил, что у котов у меня тоже большие хуи. И такой... Ладно, а... О чём? А мы сосали субоге, да? О чём ты говоришь? Через Полину. Чё? Полину. Ты не помнишь? Я хуй знаю, я очень плохо... Я поэтому раньше и уехал. А, да? Потом победим. Крут, на самом деле. Мы год назад, когда начинали снимать, люди очень стремались. Поэтому первые выпуски не все такие пиздатые, как могли быть. Потому что люди такие, боже мой. А сейчас, спустя год, видно, как вы раскрепостились и рассказывали. На самом деле, стрёмно, что люди очень, ну, стесняются своей жизни. Это очень стрёмно. А вот когда вы такие открытые... Это не значит, что вы должны там... Эээ, я хабалка, пиздососу нахуй всех. Нет. А, нет, я угораю. Если что, всё нормально. Никто никого не осудит. Ты реально не считал? Тебе же 20 лет, и ты, блядь, уже сбилась? А сколько тебе? 23. Уже сбилась? Простите, вы помните, сколько у вас было кавалеров? Помните? А вам сколько? Вижу, что 23 было не вчера, да? Сколько было кавалеров? Да неважно, сколько, главное, ну, что я выжила. А, главное, чтобы у всех был большой. А, главное, чтобы у всех был большой. Ну, пиздец, ты ходила на фабрику больших хуёв, да, бля? Пиздец, ты прям так и отбирал. Ой, хуй, большой, всё нормально. А что, с маленьким пиздецом? Да, вообще не скучно. С маленьким. Такое себе. Это значит, у кого-то такая себе дыра. Вот, ребята, мы сняли новый выпуск в Санкт-Петербурге. По-моему, круто прошло. Напишите в комментариях, что понравилось, что нет. Какой у вас хуй, большой или маленький. Сколько раз съебались, напишите обязательно. Мы проводим соцопрос. Если вы хотите дружить с Артёмом, так же, как и я, тоже напишите об этом. Он в Одинцовом, москвичи, можете забрать Артёма к себе домой. Спасибо всем за поддержку. Если вы хотите нас поддержать, все ссылки снизу под описанием. И самое главное, не забудьте, что сделать? Подпишись! Вы ебаный в рот, бля! Мы же репетировали. Можно так оставить? Неважно, маленький у вас член или большой, подпишись, бля! Так, ну что, за ним лучшему корешу, Артёму. Сейчас узнаем. Лучшего, мой друг, или нет. Переименовываем в пидро. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.